На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как быть с мыслями о том, что я неудачник. Но, наверное, это касается не только мыслями, что я неудачник, это вообще нас со всеми мыслями, как быть. Мысли и помыслы, помыслы, они не являются грехом, но мысли, они являются тем, что в дальнейшем формирует твое бытие. Ведь выводы надо делать тогда, когда есть на что равняться. Если человек равняется на то, что сверху, он понимает, что он снизу. Если человек равняется, вернее, берет в сравнение то, что снизу, он будет всегда сверху. Поэтому, знаете, очень сложно сказать. Вот у Соломона есть такие замечательные о мыслях строчечка. Помыслы человека в сердце его глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Вот вряд ли можно исчерпать весь этот водопад мысли, который в человеке рождается. Но, тем не менее, бороться с мыслами обязательно надо. То, что происходит в вашей голове, формируется вследствие вашего житейского опыта, вашего образования, вашего состояния суточного давления, температуры. Потом вот это вот с левого плеча, может быть, что-нибудь там подкинуть. Это, знаете, большой такой букет всяких обстоятельств, которые формируют мысли и помыслы. Но если сердце занято молитвой, если ум занят молитвой, то вот это вот человеку не грозит. Человека вряд ли можно ввести в состояние уныния. Уныние, мы сейчас как раз об этом говорим, да, по-моему, потому что человек, когда думает, что он неудачник, это уныние, печаль, тоска, вот о самом себе, кстати. Вот, что по степени тяжести этот грех относится к греху, ну, вторым местом после самоубийства стоит. Так вот, как быть с мыслями о том, что я неудачник? Как быть с уныниями? Как быть с печалью? Как быть с тоской? Вот я сегодня уже вспомнил, что одна из наших экспедиций проходила три недели. Вторая, которая была аналогична ей, она затянулась на шесть недель. И что? Это проблема? Это то, что мы неудачники? Это мы неудачники, там просидели в Катугино неделю, в Тынде промучились неделю, еще неделю там преодолевали какие-то другие препятствия. Это не потому, что мы неудачники, а потому, что Бог решил другими обстоятельствами обложить нашу экспедицию. И в результате этого нашлись люди, которые одному из наших храмов захотели сделать иконостас, нашлись люди, которые одному из наших храмов захотели купить колокола, и наслись люди, которые нашей мерсиановской школе решили помочь в создании проекта «Детское подворье». Как можно рассматривать ситуацию? Мы неудачники или все-таки мы удачники? Поэтому я думаю, что не стоит с точки зрения унылого человека подходить вообще со вопросами и к священнику. Нужно сначала выйти из состояния уныния. Состояние уныния — это когда человек оценивает себя, и критерием оценки самого себя является моя гипертрофированная буква «Я». Когда я рассматриваю весь мир с точки зрения «Я», тогда, естественно, у меня есть повод, чтобы видеть то, что лучше меня, то, что выше меня, то, что красивее меня, то, что это. И вот это состояние зависти начинает говорить «Да, ты неудачник, да, ты неудачник». А когда оценка мира происходит от традиционной буквы, которая находится сначала нашего алфавита, а не в конце, «Азм есть Господь Бог твой», то человек может понять не то, что неудачник, а то, что он что-то не доделал, надо доделать, что-то не домолил, надо домолеть. И что-то нужно изменить внутри себя, что является покаянием, и тогда будет так, как хочет Бог. Я думаю, что надо переориентировать точку зрения, и тогда слово «неудачник» из этого предложения пропадет автоматически. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok